новости каждый день удивляют и разобраться что происходит стране вероятно некоторые есть вещи которые осмыслить пока тяжело но со временем народ к этим вещам привыкнет и будет казаться нормой жизни в москве полиция нагрянула в детский сад и задержала 6 малолетних детей силовики пришли с проверкой в частный детский сад который называется смайл фиш улыбающаяся рыба по доносу они пришли по доносу жительницы дома в котором он расположен детский сад они потребовали оригиналы лицензии и договоров с родителями но сотрудники смогли предоставить лишь копии после этого полицейские обвинили воспитателей в незаконной деятельности и забрали шестерых детей в возрасте от года до четырех лет в участок не друзья вы не ошибаетесь вы слышите именно те новости я рассказываю новости из москву таймс это не луна это не бангладеш это москва еще раз повторяю что после того как полицейские обвинили воспитателей в незаконной деятельности забрали шестерых детей возрасте от года до четырех лет в участок информацию подтвердили в гу мвд россии по москве рассказали что некая женщина пожаловалась в роспотребнадзор на организацию незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице космонавта волкова по прибытии сотрудники обнаружили в квартире 8 малолетних детей которые находились с лицами фактически не несущими ответственность за их жизнь и здоровье организация по кратковременному присмотру за детьми осуществляла деятельность детского сада без соответствующей документации так заявили в мвд сотрудник ведомства также сообщил что двоих детей на месте передали законным представителям остальных увезли в отделение в рейде участвовали 8 полицейских под руководством подполковника сообщил об этом основатель сети smile fish иван сорокин им предоставили договор аренды помещения договоры на детей и другие документы утверждает он однако сотрудники потребовали не копии а оригиналы и дали час на то чтобы привести их по словам сорокина через 50 минут силовики заявили что устали ждать назвали детей беспризорниками и забрали в отделении дети провели там несколько часов без сна и еды напоминаю дети от одного года до четырех лет без сна и еды дети от одного года до четырех лет затем за ними приехали родители большинство из которых пришлось отпрашиваться с работы полицейские допросили взрослых перед тем как отпустить домой мама годовалого мальчика и четырехлетней девочки дарья буза рассказала агентству что детям в отделении не предложили даже воды и не водили в туалет дети от года до четырех не водили в туалет это просто дикость меня поставили перед фактом что дети едут в полицию согласие никто на это не давал дети голодные и сонные поехали в отделение там к ним относились плохо не спросили об их состоянии не спросили хотят ли они в туалет и мне предложили даже воды пока мы не приехали и не попросили уже на месте возмутила женщина но что толку когда ты находишься в полицейском участке возмущаться принимайте новую действительность без правие управляющая детсада сказала что полицейские приходят уже вторую неделю несмотря на то что все бумаги им уже предоставили по ее словам все началось после того как одна из соседок пожаловалась на шум сама недовольная жительница ольга лобанова это подтвердила она отметила что никто из представителей садика не поинтересовался у обитателей дома хотели бы они его открытие там или нет на вопрос удовлетворена ли она действиями полиции лобанова ответил утвердительно установление обстоятельств инцидента занялась головинская межрайонная прокуратура при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования соблюдение прав малолетних на контроле в прокуратуре сообщили так ведомстве по данным на сегодняшний день московского комсомольца работа детского сада не приостановлено учреждение вновь откроется 9 ноября смайл фиш крупнейшая российская сеть домашних детских садов она была основана в 1985 году в хабаровске под названием рыбка улыбается ну что же настя рыбка это уже мы были проходили также прокуратура была задействована теперь у нас рыбка улыбается теперь дошли до детей в возрасте от одного до четырех лет и где же права у наших маленьких детей надежды и будущего нашего государства если надежду и будущее нашего государства арестовывают в один год и держат в жестких условиях без воды еды и туалета то друзья какое чудесное будущее рисуется у такого государства я таня карацуба сиитбур хан сегодня 11 ноября 2023 года и